Я в эфирном пространстве, перехожу на рабочий уровень. Да, я на месте. Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула. Да, все в порядке. И мы продолжаем. Я прошу сейчас Ларису показать мне, когда и при каких обстоятельствах произошло это вторжение. Да, она показывает. Я сейчас нахожусь на какой-то площадке и переспрашиваю ее, где мы находимся. Она мне говорит планетарное присутствие. Хорошо. То есть мы на какой-то планете, верно? Да. Это планета Земля? Нет. Далеко от Земли? Да, далеко. Хорошо. Ну как интересно. Звезда. Пятая мерность. Планета особенная. Она действительно энергетичная. Я вот смотрю сейчас. Довольно сложно. Это сложно описать. Она не похожа на то, что мы привыкли видеть, как живая планета. С точки зрения земного наблюдателя, она бы выглядела, как совершенно не жилая. На ней нет ни растительности, ничего безжизненное. Это вот с точки зрения земного наблюдателя. Сейчас я посмотрю эфирный план. Эфирный план населен. Много мелких сознаний. Такая жизнь. Ну то, что я назвала бы, то, что мы видим под микроскопом. Микроорганизмы. Так, астральный план. Давай посмотрим. На астральном плане есть сознание. Да, есть сознание, светосознание, воплощенное в аватарах пятой мерности. Какого плана цивилизация? Молодая цивилизация, она мне говорит, молодая цивилизация, молодые души. Она говорит, что никогда не бывают молодые души, есть сопровождающие, всегда есть сопровождающие, те, кто как бы осуществляет, как бы своим сознанием поддерживает высокий потенциал цивилизационного сознания. Осуществляет некое управление процессами общего бытия, вот этого совместного единства. Она показывает мои дети, а многих показывает, но она их называет почему-то дети. Говорит, они юные, но она показывает многих, она показывает некое общество, какая задача вообще, цивилизационная задача какая этой планеты. Можешь пояснить? Ну, чтобы можно было умом земным понять это. Какая цивилизационная задача? Проявление индивидуальности, раскрытие индивидуальных характеристик, развитие творческих начал, проявление творческих начал. То есть это некие духовные сферы, то есть преобладание духовного пути развития. Нарабатывание навыков взаимодействия с полем потенциальности для создания тех или иных на форм бытия. То есть сотворение чего-то, преобразование самого себя, совершенствование своих, показывает шлифовка граней. То есть во взаимодействии идет наращивание духовного потенциала, наращивание положительных потенциалов души. В многообразии опыта взаимодействия. Довольно сложно понять нам, землянам, что может быть в этом интересного. Ну рай, он и есть рай, да? Лежит под пальмой, жуй банан. А здесь идет именно взращивание, именно индивидуальный подход к развитию каждого. И создание определенных условий, комфортных условий для произрастания, для раскрытия, для раскрытия расцвета. Наработка навыков позитивного взаимодействия друг с другом. Ну вот как бы в общих чертах, кажется, объяснила. Хорошо. И что произошло? Показывает вот как. Показывает перехват, показывает снижение вибрационного уровня самого планетарного ядра воздействия идет на саму планету. Идет сгущение энергии, спрессовывание энергии идет. Понижение вибрационного уровня. Еще раз, она просто уже голосом не говорит. Снижение вибрационного уровня. Внедрение негативных смыслов в взаимодействие. Например, сравнение. Зависть. То есть информационные коды вносятся, вирусные информационные коды. Оценивание себя, оценивание других соревнований. Соревнование порождает зависть. Соревнование порождает вот этот, наносит ущерб самосознанию. И в конечном итоге приводит к блокированию сознания. Очень мощная идет блокировка. Судить. Она говорит, не судите, не судимы будете. Не осуждайте себя за что-то, не осуждайте других. За то, что они хуже или лучше вас, хуже или лучше вас. Это уже элемент суждения, элемент оценки себя и других. Каждый развивается в своем уникальном темпе. И каждый находится на том этапе своего развития, который в данное время ему комфортен, полезен и нужен. Никто не должен выстроиться строем и пойти одновременно в ногу. Она говорит, мы утратили понимание этой истины. Это, говорит, большая цивилизационная ошибка. Мы стали превозносить достижения одних и укорять других за то, что они не добились таких же успехов. Это способствовало разобщению, способствовало розни, способствовало нагнетанию отрицательных потенциалов во взаимодействиях. В какой момент это произошло? Самый первый момент, покажи мне, пожалуйста. Вот оно, первичное разделение, показывает некий совет, что ли, планетарный. Как-то так он считывается. Планетарный совет принимает решение. То есть это все показывает рыба. Рыба портится с головы. То есть планетарный совет принимает неадекватное решение. Члены совета трое, показывает трое, выступили как раз за то, чтобы условно, как бы условно разделить, провести некий экзамен, некое соревнование между... Адь... Как правильно? Кто такой один? Я не знаю даже значения этого слова, простите. Хорошо. Слушатели, воспитуемые, молодые души, общность. То есть вот те, кто проходит какое-то обучение, и между молодыми, молодая поросль показывает подростке, провести некое соревнование. Да. И вот это было неверное решение, потому что оно породило довольство, что-либо недовольство, оно породило либо гордыню в одном, кто достиг определенного результата к данному моменту времени, и недовольство с собой в тех, кто не достиг такого результата. Хорошо. В состав планетарного совета ты входила тогда? Просто показывает мне эту картину, явно присутствовала. Да, входила. Была ли ты в числе тех трех, которые приняли ошибочное и неверное решение? Да или нет? Да. 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 Трижды да. Хорошо. Понятно. Давай возвращаемся тогда еще пораньше, посмотрим, когда эта идея посетила впервые тебя. При каких обстоятельствах? Показывает путешествие. Показывает это межпланетное какое-то взаимодействие. И такая идея была привнесена в ее сознание. То есть где-то показали, показали, что у них это есть. И эта идея понравилась, потому что азарт совинования. Это захватило, это ликование победы. Увидела одну сторону медали, не увидела другую. Что-то не дало рассмотреть в общей сложности, в комплексе рассмотреть и увидеть последствия такого нововведения. Не было, не обладала опытом взаимодействия с такими энергиями. И принесла на свою планету. Да. Она соглашается, говорит, что это так. Хорошо. Ты можешь сейчас изменить свое намерение. Либо давай досмотрим до конца. Да, она показывает до конца. Хорошо. В результате того, что была посеяна рознь на планете, вот это пошло уплотнение. Негативный Е – это пятая мерность. И ответственность за каждую мыслеформу значительная. Потому что одновременно идет не только восприятие, но и идет материализация, то есть воплощение мыслей. Соответственно нагнеталась, нагнеталась, уплотнялась. Негативные потенциалы начали преобладать. И вообще, в принципе, начали быть. И показывает, вот прям на графике показывает, идет снижение. Кривая пошла на спад. Что ты мне показываешь? Вибрационный уровень самой планеты, сознание самой цивилизации, соответственно, вибрационный уровень самой планеты. И это отразилось на… Она говорит, а это отразилось на всем, на состоянии самой планеты отразилось. Уплотнение пространства и возникновение какие-то симбиотические формы показывает, возымели энергии, энергии получили энергию для развития. Она показывает энергии четвертой мерности, вот там, где микроорганизмы мы смотрели, да, снизились вибрации цивилизационные, и пошло взаимодействие, вот симбиотическое уже взаимодействие с сутями четвертой мерности. Они получили возможность проникать в мерность пятую. И она показывает, что их аватары стали подвержены преждевременному старению, угасанию. И такое понятие, как болезнь, стало возникать. Да, стало возникать такое понятие, как болезнь. То есть это все на протяжении какого периода? Сколько поколений? Четыре поколения. Она показывает, четыре поколения сменилось, когда мы приблизились к катастрофе, и произошло вторжение. И вот тогда уже произошло вторжение. Мы, говорит, ослаблено столько, мы находились в состоянии непонимания, полного отсутствия понимания того, что происходит. Она показывает, что заблокировали себя, каждый заблокировал себя, и в итоге не видели выхода из этой ситуации. И к исходу четвертого поколения уже началась вражда, началось разделение, размежевание она называет. И после этого произошел захват планеты и захват всех нас. Понятно. То есть некая экспансия, некое вторжение. Атака, говорит. Хорошо, покажи мне. Да, она показывает. Планетарную катастрофу показывает буквально. Их сметает энергетический шквал, идет обстрел, буквально обстрел идет. Какое-то электромагнитное, называет она оружие, электромагнитные пушки какие-то. Массовый выход из аватаров улавливают души, и затем, да, и затем уже их клеймят, она так и называет это слово, клеймят, и принуждают к тому, чтобы дали свое согласие на воплощение в более плотных мерностях. Речь идет о планете Земля? Да, о планете Земля. Хорошо. Хорошо, покажи мне сам момент подписания контракта, либо твоего согласия на приговор. Давай считаем, что в этом приговоре написано. А написано, так интересно, отказ от самого себя, от своей сути, переход в подчинение. Идет в виде контракта почему-то, что покажем путь выхода. Но я считываю скрытый смысл этого приговора, а по сути обвиняется в том, что изменила в самой себе свои истинные сути. То есть приговор идет, он выглядит как подобие того приговора, который душа выносит в самой себе. А здесь некая, но она говорит, что это фарс, что на самом деле, когда зачитывали этот приговор и принуждали согласиться и подписать свое согласие с этим приговором, это действительно выглядело как фарс. Это был как повод осуществить психологическое давление, скажем так, по-земному. Все равно выхода не было, но согласие требовалось. Требовалось поставить световую подпись, что согласен с этим приговором. То есть возложили ответственность на сами эти души, за то, что произошло с планетой, за то, что произошло с цивилизацией, за то, что произошел этот захват цивилизации. Хорошо, давай возвращаемся в момент, когда вы были на другой планете и увидели соревнования. Сейчас ты видишь, чем это завершилось и знаешь, с кем взаимодействовала. Считай в моменте вашего пребывания на той планете, считай присутствие, было или не было присутствие тех интерферентов, которые в конечном итоге приговорили вас к земному воплощению. Да, были. Было их присутствие. Вот она считывает сейчас по образцам эфирного ДНК. То есть получается, что их влияние на возникновение этих новых веяний соревновательных неоспоримо. Да, говорит, неоспоримо. Получается, что они затевают этот сценарий и они же затем обвиняют вас и приговаривают вас каким-то наказанием. Обладают ли они правом делать это? Нет. Ну, на этом основании ты можешь распоргнуть этот контракт. Перепроживи. Перепроживи этот момент. Да, вы едете на ту планету, летите на ту планету. Перемещаетесь. Ты можешь слиться с собой сознанием в этом моменте, рассветиться и дать информацию всем делегатам. Вы можете вообще отменить свою поездку полностью. Можете этого не делать. «Воля твоя». Нет, летим, говорит. Да, она расцветилась. Дает информацию всем членам команды, все делегации. Довольно многочисленная делегация. А, нет, это команда большая, которая их везет. Хорошо. Но я опишу. Это гуманоидные аватары, это человекообразные сути. Да, они прилетают и вот в расцвеченном они состоянии находятся, то есть в единстве со светом первоисточника. И они вот у входа буквально, ну как, сходя по трапу самолета, да, это по земному, они выходят, ну как бы шлюз открывается, то есть перемещение, опять же, визуализируется, оно как перелет на космическом корабле. Да, он и был перелет на космическом корабле. То есть не пользовались порталами перемещения, а именно на космическом корабле перелетели. Да, и они выходя, они просто посылают импульс информационный в сознание всем живущим на этой планете. Всем светосознанием. О том, что происходит с ними, что произошло с ними, и какая именно ложная информация внедрена в их сферу сознания. Да, информация принята. И жители этой планеты также рассвечиваются. Буквально последовательно идет, как лавина. Один рассветился, следующий, следующий. Многим вот так, многим. И каждым многим, каждым многим верное такое подключение идет. Они рассвечиваются. Да, и вот сейчас, поскольку она телепатически передает информацию, вот, обретенную уже в ходе данного сеанса, передает информацию всем, кто находится там. И в этом предваряющем моменте вы можете найти, обнаружить тех интерферентов, которые эту вирусную информацию насаждали. Да, вот в этом моменте обнаружить тот корабль, который впоследствии погубил и вашу планету, и ту, на которой ты жила. Да, они находят. Вот идут трансляции этой информации. С этого же корабля, между прочим. Да, поскольку последствия, вы уже знаете, вы можете их заблокировать. Можете поступить с ними так, как посчитаете нужным. Это было вторжение, и поэтому воля ваша. Можете призвать творца этой цивилизации и передать ему вместе со всей кармической ответственностью, наработанной этими интерферентами. С того момента, с самого первого, вплоть до момента здесь, сейчас. Да, делают. Да, излить все воздействия, все последствия этих воздействий, всю переброшенную карму. Да, они передают. И цивилизацию, вот этот корабль, они указывают, они видят, откуда. Они видят, откуда пришел этот корабль. Они всю ту цивилизацию блокируют и передают творцу. Речь идет о творце этой цивилизации. Речь идет не о творце душ, речь идет не о первоисточнике первого творца, речь идет о творце, который создавал эту цивилизацию паразитарного типа. Это рептильная цивилизация. Это рептилоиды. Понятно. Итак. Да, они все это сделали. Возвратили в этом моменте. Хорошо, перемещаемся в тот момент, который мы смотрели, момент подписания приговора. Принятие тобою приговора. Когда дала согласие на то, что кто-то вправе вторгнуться в сферу твоего сознания, кто-то вправе диктовать тебе сценарий твоих воплощений, кто-то вправе тебя осуждать, кто-то вправе перебрасывать на тебя свою кармическую ответственность, кто-то вправе владеть тобой. Это и есть предательство себя, предательство своей души, предательство своей истинной сути. Это и есть отказ от единства со светом первоисточника. Это и есть первичная блокировка, когда впускаешь в свою душу магию, то есть насилие. Насилие над собой. Чужая воля, принятая как своя. Да, она говорит, я осознаю это. Хорошо. Так, в моменте, когда этот приговор тебе зачитывают, ты можешь написать на нем расторгу. Да, расторгу. Совершенная форма глагола. Сканируй сейчас, существуют ли какие-то подконтракты, какие-то копии приложения, дополнения. Да, все копии можешь призвать, где бы они ни находились, в любой мерности, в любом времени, в любом межпространственном кармане, в зазеркале, в антимире, где угодно. Призываешь все и можешь ингелировать. Просканируй свою энергосферу, извлеки все блокировки, которые сопутствовали, которые были установлены на остановании этого приговора. Ну вот она снимает вот это с монетками, этот шлем. Это блокировка канала первоисточника. И вот так интересно в приговоре было, что ты будешь энергией своей души, чиститься своей души, расплачиваться за каждый из сеансов, почему-то говорит, каждый из сеансов контакта с первоисточником. Ух ты! Какой приговор! То есть они, как это говорится, положили на бумагу то, что однажды отказалась быть в единстве, в неделимом, нерушимом единстве с первоисточником, признала себя отверженной, отторгнутой от него. И, соответственно, они это положили на бумагу. Понятно. Хорошо. Итак, просканирую сейчас. Возврати интерферентом в этом моменте все, что принадлежит им. И переброшенную карму. О, довольно большой такой довесок. И поскольку речь идет о подключении к магическому эгрегору, ты также можешь убрать привязку к магическому эгрегору, востребуя свое право обладать своей жизнью, руководить своей жизнью и нести за нее всю полноту ответственности. Вот что называется великодушие, в отличие от малодушия. Это то самое. Востребовать свое право быть собой и владеть собой. И владеть собой во всех ситуациях, в прошлом, настоящем и будущем. Самообладание. Смелость, храбрость. Да. Хорошо. Давай вот посмотрим еще на что. Так, привязка к магическому эгрегору. Сама магическая метка. Почему имеет такую форму? Давай считаем. Пирамида, замещение одной пирамиды, замещение, в общем, пирамида власти, с какой стороны ни посмотри, переворот, переворачивание сознания с ног на голову, переворот энергосферы, меняет полюсами, переворот энергосферы. И то, что является, по сути дела, пирамидой, пирамидой темных, где на вершине их глава, отец лжи, скажем так, либо дьяволом его еще там называют. Ну, короче, темный творец. Вот он наверху. И дальше пирамида идет слоями, слоями до самого-самого низа. А тут они рассматривают как пирамиду, они рассматривают энергосферу самого человека. То есть, когда отправляют душу в воплощение, одевают первичные вот эти скафандры блокировки и переворачивают энергосферу и сферу восприятия человека. Это вот как раз и идет о том, что сейчас в сознании человека впаивается буквально иллюзия о том, что... Ну, идет вот фраза такая «из грязи в князи». Как будто вот из... Как цветок лотоса она мне показывает. Вот он из грязи растет и пробивается к солнцу вверх. Дерево растет, корни питаются, питаются, да, и ветки вверх. Энергосферу человека перевернули. На самом деле человек произрастает в обратную сторону от первоисточника. Он прорастает во все более и более плотные мерности мироздания. И его физическое тело аватар, любой мерности аватар – это верхушка дерева, а не его корень. И стремление к первоисточнику – это стремление к истоку. Это стремление к тому, что питает. По сути дела, это стремление к корням. Стремление к корням не к предкам, от которых унаследовал аватар, а к истинному отцу, к первоисточнику. Да. Вот поэтому вот переворот этот, то, что сейчас в земной культуре считается, что первая чакра – это корневая чакра. По сути, для человеческого тела первая чакра, первая, исток – это седьмая чакра. А у нас полный переворот сознания идет. То есть первая чакра – это именно она. По сути своей. А в нашем восприятии все шиворот на выворот. Мы живем в перевернутом мире. И вот этот переворот как раз осуществили интерференты и настаивают всей культурой, всей созданной, навязанной ими традицией. Нас вводят в заблуждение. Все более глубоко вводят в заблуждение. Пропагандирую я искаженное мировосприятие. Благодарю за пояснение. Итак, возвращаемся. Возвратила все, что было навязано. Теперь самое время предлагаю тебе и также можешь дать информацию всем светосознаниям, которые в этом моменте содержатся на корабле. Можешь передать информацию. Ты обладаешь такой возможностью? Да, она говорит, обладаю. Да, она рассветилась и также дает информацию всем, где бы они ни находились. Даже если их отделяют, даже если они находятся где-то в отдаленных отсеках. Передает информацию также всем. Ты можешь призвать и сквозь фильтр пропустить всю скачанную у тебя энергию. Энергию жизни, энергию творчества, энергию любви, энергию знания. Все твои потенциалы, все твои элементы, которые были скачаны, украдены у тебя, энергетически или информационно, за все время с момента приговора, вынесения приговора до момента здесь, сейчас. Да, по всей временной шкале. Да, она изымает весь свой свет, все свои потенциалы очищает через фильтр, встраивает в свою энергосферу, фильтр в аннигилятор. Да, все, закрыла портал. Давай проверим, сколько частиц души утрачено у тебя на основании этого приговора. Двадцать две. Проверяю. Да, двадцать две. Да, ты можешь призвать их, где бы они ни находились, кем бы ни удерживались, как бы ни использовались. Да, и также через фильтр очисти и встроив положенное место. Да, делают. Да, все двадцать две. Хорошо, фильтр в аннигилятор. Замечательно. Так, привязка к магическому эгрегору. Еще смотрим магическую метку. Можешь отдать этим насильникам, лжецам и насильникам, которые приговорили тебя. Да, относительно этого эгрегора ты можешь последовательно просканировать и расторгнуть все контракты, которые когда-либо заключала с представителями этой эгрегоральной структуры. Когда пускала в свою жизнь магии и насилие. Либо когда была жертвой, либо когда производила агрессию сама. Да, ты можешь произвести в любом из твоих воплощений. Да, она это делает. Да, ты можешь отказаться от всех ритуалов посвящения, от всех тех заметных, либо незаметных, осознанных, либо неосознанных посвящений, инициаций. Да, она последовательно отказывается. Обрати внимание на церковный эгрегор на момент своего крещения. Да, извлеки все свое эфирное ДНК. Востребуй все, что было у тебя украдено на любом из уровней твоего многомерного присутствия. Да, она это делает. И момент венчания также давай посмотрим. Да, ты можешь сейчас возвратить в этом моменте то кольцо энергетическое, которое… Да, и убери привязку. Призови сейчас проекцию Александра. И да, также можешь дать ему информацию в ядро сознания. Произвести с ним полный энергообмен. И убрать вот этот кармический узел, который был завязан посредством магического ритуала. Иначе придется еще и еще раз встречаться с ним в других воплощениях, в иных ролях. Но вот эта привязка, она просто принуждает людей вписывать, соглашаться на те сценарии. На сценарии дальнейших взаимодействий пока не будет эта привязка удалена, пока не будет узел развязан, пока не будет расторгнуто это соглашение. Да, да, она информацию дала Александру. И он принял ее, надо сказать. Принял, считал ее больше, чем на 60%. Да, она его поблагодарила за уроки и опыты, провожает, закрывает за ним средний портал. Да, она возвращает, она буквально снимает с себя какую-то корону, снимает с себя обувь. Распахивает, вот так буквально пуговицы трещат, распахивает какую-то одежду в виде халата. И также бросает что-то вроде алтаря такое, видится мне, вот она бросает туда. Вот сейчас она комкает все это пространство с церковным убранством. И все это также, и вот это скомканное, все это бросает в магический эгрегор. Во взаимодействиях с ним также изымились свой свет, все свои элементы, потенциалы, очищенными в строях свою энергосферу. Убирай привязку к самому эгрегору. Но она говорит, тут еще эгрегор-йога. Вот этот лотос, где она сидит на этом лотосе. Да, ты также можешь сейчас извлечь из своих ментальных полей всю вирусную искаженную информацию. Да, и убирай все вот эти паутинки. Также из эгрегора-йоги можешь достать всю свою энергию очищенную, строить и возвратить и в церковный, и в эгрегор-йоге свою, все переброшенную этими интерферентами, обслуживающими эти эгрегоры, переброшенную кармическую ответственность. Да, она это делает. Так, еще есть что-то? Ну да, поскольку эгрегор-магия, эгрегор-насилие, эгрегор-вторжение, которое делает допустимым вторжение в энергосферу другого человека. Насильственное вторжение. По принципу «я же знаю лучше, чем ты», «я же действую во благо тебе», то есть не дожидаясь просьб, любое вторжение, любая манипуляция, любое искажение реальности для того, чтобы добиться своей цели, есть магия. Ну, либо, скажем так, насилие. Для меня это давно уже синоним, и поэтому я и говорю, что это магия. Это демонстрация моего могущества. Того человека, который производит магические посылы, либо магические вторжения. Он же знает лучше, и это позволяет ему, то есть он позволяет себе производить это вторжение, это насилие. Из благих побуждений, только из благих побуждений. Но нарушается кон мироздания, неприкосновенность, суверенитет личности, суверенитет индивидуальности, суверенитет каждой души. Без осознанного и громко выраженного согласия, никто не правит вторгаться в сферу сознания другого человека. Это основной кон вселенной. Да, она убирает привязки свои к этим эгрегорам, забирает свои потенциалы, забирает свои частицы души. Четыре. То есть вот серия вот этих эгрегоров эзотерически-магических. Четыре частицы души украдены были. Она также их очищает, встраивает в положенное место фильтры, в аннигилятор. Да, она убирает этот лотос, и сейчас ее проекция осветляется, она сливается со своей проекцией, которая была в секторе магии. Опять же, она сама у себя в секторе магии не просто так. Она призывает сейчас всех людей, с кем взаимодействовала на этой почве. Также дает им всем информацию об освобождении своей души и просит прощения за то, что вовлекла их на этот путь, не подозревая о том, что в нем много подводных камней, которые сама не разглядела. Просит у них прощения за это вовлечение и прощает их за то, что они выступили в роли жертвы, спровоцировав ее на подобные действия. И прощает самую себя. Производит полный энергообмен и убирает все привязки к этим людям. Провожает их в средний портал, закрывает портал и обращается к свету первоисточника, просит у него прощения за то, что отказалась от своей божественности, отказалась от своего могущества, отказалась от самоосознания себя. Как продолжение первоисточника позволило себе забыть об этом, придала свою истинную суть, вовлеклась в игру, которая неизбежно вела к деградации ее сознания, к блокированию ее сознания, к разобщению. Любое разобщение в обществе становится проявленной картиной того разобщения, которое человек допускает внутри своей энергосферы. Она показывает, что когда она почувствовала себя отодвинутой, преданной, обособленной, заблокированной, отрезанной от света первоисточника, от возможности общения со своими живущими духовными проекциями, когда она почувствовала вот это расщепление самой себя, удаление от себя своих высших аспектов, вот это разделение и способствовало тому, что в ее сознании это произошло, в сознании других людей это произошло, других ее соплеменников на той планете, и это в конечном итоге выразилось в расщеплении их интересов, в нагнетании розни, в нагнетании противопоставлений. То есть отсутствие целостности в собственной сфере сознания способствует тому, что она транслируется вовне, и вовне, в пространстве общего взаимодействия выстраивается именно такая не целостная, а расщепленная на разные грани, на разные фрагменты событийность. Так, проговорила, я еще не очень поняла, что она говорила. Так, отстраняюсь от этой информации, и мы продолжаем. Что касается эгрегоров, ты можешь сейчас свернуть их, ты их обесточила, можешь свернуть и аннигилировать. Да, она это делает. Что касается интерферентов, можешь передать Творцу, переданной Творцу. Хорошо. И да, завершено, мы возвращаемся в поле сеанса. Давай просканирую, я ищу твою энергосферу. Все ли удалено? Да. Все ли, что востребовано, получено? Да. Хорошо, завершили эту часть сеанса. Да, она говорит, завершили в полной мере. Смотрим на рабочем столе, есть ли что-то причастное к этим воздействиям и последствиям. Нет, ничего не осталось. Интерференты. Кто из интерферентов может покинуть? Спрут. Да, что касается спрута, можешь задать ему вопрос. Может быть, он хочет уйти в свет. Но если не хочешь предоставлять ему право выбора, ты можешь его просто аннигилировать, расщепить его на первичную энергию, первичную материю. Как угодно. Нет, она его спрашивает, хочет ли пойти в свет. Нет, он отказывается. Кармическая ответственность значительно очень. Хорошо, ты можешь призвать сюда сейчас основную его проекцию. Да. Да, также заблокировала. Заблокировала его и призывает силы кармы, свидетельствует об этом вторжении, о своих осознаниях, передает информацию силам кармы, а его аннигилирует на месте без права на восстановление и закрывает портал. Да. Да, она сделала это. Хорошо. Я предлагаю тебе сейчас показать, когда, при каких обстоятельствах ты подписала свой действующий контракт на это воплощение. Готова? Да, готова. Перемещаемся. Ночное небо. В окно смотрит ребенок. Я не могу еще понять, мальчик или девочка. Девочка. Девочка, она очень коротко стриженная, прям под машинку стриженная. Но на ней платится. Она стоит босиком и так интересно с ноги на ногу, холодный пол. А она смотрит на небо. Звезды. Ночью не спит. Это приют. Или детский дом, или интернат. Вот какое-то общественное такое. Это спальня. И вот детки спят. Я вижу просто вот эти одинаковые кроватки, и детки спят. Такие серые одеяла. Такие каземные. Как дальше развивались события? Если тебе мешает что-то, вытащи из энергосферы. Просто давай посмотрим. Взглядом стороннего наблюдателя. Не нужно ничего бояться, мы сейчас вместе. Позволь событиям развиваться дальше. Не спит у нее предчувствие какое-то. У нее предчувствие. Ей сон приснился. Ей приснился страшный сон. Ей приснилась бомбежка. Да, бомбежка. Авианалет. Это было уже в твоей жизни? Да, это было. То есть она переживала уже авианалеты. И вот ей приснился такой страшный сон. И вот она подошла к окну, чтобы посмотреть на небо. А небо звездное, ясное такое, морозное. Прямо зимнее. Но я не вижу почему-то снега. Но чувствуется, что очень холодно. Такая ясная морозная ночь. Но снега я не вижу. Такая бесснежная зима или это начало зимы. Чувствуется заморозок на улице. Во всяком случае, сквозит в щели от оконной рамы. Сквозит и пол холодный. И девочка знает, что на улице зима. Я почему утверждаю, что девочка-то знает. И что, ты успокоилась? Нет, она не успокоилась. Она идет к постели, забирается с ногами, садится. Вся под одеялом сидит, держит ладошками. Держит свои холодные ступни. Пытается согреться. О чем ты думаешь? Какие эмоции? Позволь мне считать. Что чувствовала ты в то время? Страх. И это не молитва детская. Это просто призыв. Это как крик отчаяния. Считывается как крик отчаяния. Чтобы никогда, чтобы никогда больше. А она плачет. Она близких. Она всю семью потеряла во время бомбежки. Она осиротела буквально во время бомбежки. И она вот просто вызывает, чтобы никогда больше не пережить такого ужаса. Чувствует себя никому, никому, никому не нужной. Просто вот ноль, пылинка, песчинка. Это потерявшаяся вообще. Никто не защитит. Вокруг чужие. То есть ребенок маленький, но такие вот мысли не свойственные маленькому ребенку. А ей возраст сейчас около пяти лет. Около пяти лет. А мысли значительно более взрослого. Значительно более... И что в этот момент происходит? Я вижу просто на эфирном плане, что происходит. Идет фиксирование. Идет как бы вибрационная сонастройка. Инсектоидные энергии считываются очень мощно. Идет действительно фиксирование ее мыслей. Идет как бы успокоение от него в адрес этой девочки. Он транслирует мысли ей такого успокоительного свойства. Что я как все. Я как все. Выживу. Вот лейтмотив такой. Выжить. Вот просто выжить. Выжить любой ценой. Готовность заплатить любую цену за жизнь. За жизнь в аватаре. Записывается именно таким образом. Готовность заплатить. И это идет фиксирование. А дальше? Покажи дальнейшее развитие событий. В этом моменте подписан был контракт? Да. То есть даже до выхода из аватара? Да. У ребенка еще не сформированы ментальные поля. Ребенок пережил такую травму. И по сути дела настолько неправомерно принуждать ребенка на эфирном плане подписывать контракт в такой ситуации. Идет даже не на эфирном. На астральном плане подписанный был контракт. И зафиксирован в казуальное тело. Прямо впечатан, как тавро, вот как каленым железом. Понятно. Хорошо. Давай считаем, что это за контракт был подписан в таком детском возрасте, неосознанном таком состоянии. Состояние этого страха, этого отчаяния, этой беспомощности. Основной смысл я считываю. Потерянность. Непринятие неприятия. Непринятие другими, непринятие самой. Как бы воздвигать преграды. Воздвигать преграды. Создавать дистанцию. Без доверия. Кому бы то ни было. Опасение. Угроза может исходить от кого угодно. То есть прописывается в казуальное тело некое программирование изначальное, которое ложится в основу при формировании ментальных полей самого человека с момента входа в воплощение. Ментальные поля формируются таким образом, чтобы из казуального всегда движения идет, естественное движение нашей Вселенной. так как все создается с более высокочастотных уровней в более низкочастотные. И, соответственно, из казуального тела как бы влияние идет, вливание идет, и формируются ментальные поля. Тут еще представляют именно таких родителей, наделенных именно такими программами, которые самым успешным образом позволят тем программам, которые принесены, тем правилам, тем пунктам, которые принесены уже душой в казуальном теле, принесены прописаться и стать основой, фундаментом, базисом его мировосприятия. Существует ли подконтракт? Да, давай я считаю основной смысл подконтракта. Основной смысл подконтракта показывает, как будто захлопываются замки один за другим. Вот такие вот замки, двери, которые, да, когда вот так вот дергаешь, раз, щелчок, и уже обратно ее не открыть. Вот такие замки один за другим, так, щелк, 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 щелк. Вот такая визуализация идет, это подконтракт. Давай я считаю, какой основной смысл. Неизбежное. Сокрытие. Капсулирование. Внедрение. Блокирование. Неизбежное блокирование. Все больше и больше, и больше, и больше. Слой за слоем, раз за разом. И закрываются двери. Двери возможностей закрываются. То есть эти двери не последовательно, вот так галереи идут, а как будто находится человек в комнате, где очень много дверей, очень много дверей. Как бы горизонт возможностей. И в любую из них можно пойти для того, чтобы реализовать свои принесенные сокровища души, свои таланты, свои дары. А двери захлопываются вот последовательно. В детстве кажется, что их очень-очень много, но с каждым шагом, с каждым годом, с каждым взаимодействием какая-то дверь захлопывается все больше и больше и больше, пока в конечном итоге не захлопнутся все, и пока человек действительно не почувствует себя в полной изоляции и в полной неспособности к тому, чтобы взаимодействовать с другими светосознаниями. То есть это идет в обе стороны. И блокирование собственных желаний с кем-то взаимодействовать, и блокирование чужих инициатив на взаимодействие, то есть не ответить на чей-то посыл, на чей-то призыв. Вот это идет захлопывание дверей на уровне подсознания, как программа включается, и она закрывается. Сам человек умом хочет, ему это нужно, он испытывает потребность, но программы работают таким образом, что подсказывают неверные пути вербализации своих желаний, неверные пути действий, каких-то поступков. Каждый поступок как будто оступился. Поступок опять оступился, человек не так понял, либо не было так объяснено, либо внедрилось какое-то искажение в это взаимодействие. То есть программы опережают душу, блокируют подсознание, и считывается неверная информация, идет ложный посыл. Либо считывается самая неверная информация, человеку помощь нужна. Вот в таком виде, но программа подсказывает по-другому. Бах, входишь в диссонанс, и рушатся взаимоотношения с этим человеком. То есть и возможности, поле возможностей также сужаются, сужаются в конечном итоге. Пространство, исходя из этого контракта, из-под контракта, должно было схлопнуться до полной изоляции. Да, она подтверждает. Хорошо. Давай мы с тобой вот что сделаем. Я предлагаю тебе перепрожить то свое воплощение вот еще до гибели твоих родителей. И поскольку ты знаешь, когда и при каких обстоятельствах это произошло, можешь дать информацию им, обоим. А показывает, отец инвалид был. Не перемещался, и они не пошли в бомбоубежище. Они остались с ним. Понятно. Девочка выжила, а родители погибли. Хорошо, я поняла. Но это решение родителей. Тут уж ты можешь сейчас дать им информацию. Перепроживи сначала это все. Дай им информацию в ядро сознания. Предотврати это событие. Да. Просто перепроживи, не допустив их гибели в этом моменте. Да. Да, она дает им информацию в ядро сознания. Да, они заблаговременно выходят из квартиры. Квартира первого этажа, до бомбоубежища всего четыре ступеньки. Да, они помогают помогают отцу спуститься. Без ноги. На ранении, видимо, да? Говорит, комиссован. Слово произносит такое, комиссован. Фронтовик, говорит. Да, спускаются в подвал, укрываются и... Да, они остаются в живых. Дом разрушен, но они остались живыми. И перепрожила на этот момент. Хорошо, возвращаемся в момент подписания контракта. Ты можешь сейчас, даже на том основании, что ты была ребенком, неосознающим, что делаешь, и даже невидящим, что делаешь. Ты можешь написать расторгло. Да, она это делает. И под контракт также можешь написать расторгло. Да, сделала. Проверяю, существуют ли еще подконтракты. Нет. Призови все копии, все приложения, все дополнения, все последующие документы, подзаконные акты, как говорится, и можешь их все ангелировать. Извлеки из себя все имплантирование, все программы, которые были навязаны тебе. Сотри из казуальных полей все программирование, которое было навязано интерферентами. Да, она это делает. Возврати всю кармическую ответственность, которую наработали интерференты и переброшенную на тебя карму. Перепроживи все то воплощение вплоть до благополучного выхода из аватара в преклонном возрасте по своему намерению во сне. Да, она это делает. Замечательно. Все вот эти психоэмоциональные блоки, наработанные в том воплощении и перебазированные по итогам выхода из того воплощения к тебе в бутхиальное тело, также исторгнись себя и вплоть до твоего физического аватара по всему фракталу твоего присутствия по всему энергетическому столбу вплоть до высшего духовного я. Очисти от последствий этого контракта все поля твоего пребывания, все свои аспекты, все свои тонкие непроявленные тела. Очисти ментальные поля астральное тело и вплоть до физики, вплоть до генетики своей, вплоть до гормонального баланса, вот все. Восстанови свою целостность. Да, сделано. Хорошо. Вас требую весь свет, который интерференты скачали на основании этого контракта с того момента вплоть до момента здесь сейчас. Да, делают. все частицы души, которые были у тебя похищены на основании этого контракта, также можешь призвать пропустить сквозь фильтр, встроить положенные места. Три частицы души. Да, она это делает. Все фильтры в аннигилятор. Хорошо. Призови всех, с кем взаимодействовала, находясь под гнетом этого контракта и даем всем информацию в ядро сознания об освобождении своей души. да, и в этом воплощении мы тоже его перепроживем с самого начала, да, она поторопилась звать родителей, мы это отдельно с тобой проработаем. Да, она соглашается. Да, все, с кем взаимодействовала. Точно так же обмен энергиями, попроси прощения, если считаешь нужно, прости кого нужно. И главное прости самую себя. Да, она это делает. Поблагодари всех, с кем взаимодействовала, убери эмоциональные привязки, развяжи кармические узлы. Поблагодари всех за уроки и опыты, проводив в средний портал. Я говорю проводи, как будто повелительное наклонение. На самом деле я могла бы говорить, вот она призвала, вот она это сделала. Она это делает, она просто это делает, и я просто в синхронизации с ней просто считываю ее намерения и произношу. Звучит как будто это я ей командую, что делать. Нет, это не так. Это я просто считываю ее намерения, и пока я проговариваю, она это уже выполнила. интерференту. хорошо. Возвращаемся в поле сеанса и относительно этого интерферента. Есть ли у него еще основания находиться в твоей энергосфере? Нет. Поэтому ты сейчас ему возвращаешь, что там осталось у нас на рабочем столе, что ему еще причитается. Еще раз давай я просканирую твою энергосферу. все ли извлечено относительно этого контракта? Да, все извлечено. Возвращает. Ну и дальше воля твоя. Ты можешь его отпустить, запретить вторгаться, можешь передать его силам кармы с сопроводительной запиской, можешь аннигилировать в своей энергосфере, можешь отправить в планетарный аннигилятор. Воля твоя. Что хочешь, ты и сделаешь. Она говорит аннигилировать. Хорошо. Хорошо. Да, она открывает портал в планетарный аннигилятор, выбрасывает его и да, без права на восстановление закрывает портал. Информацию передают кармическому совету. Благодарит сила кармы. Да, и так же закрывает портал. Я предлагаю тебе сейчас, Лариса, поблагодарить самую себя. Иногда кажется, что в этом нет необходимости, но в этом есть необходимость. Просто наполни себя энергией благодарности к себе за то, что ты нашла в себе силы все это и сохраняюсь от всех покидаю рабочее пространство возвращаюсь в мое физическое тело на один до до какие осознания были? У вас микрофон выключен. Какие были ощущения осознания? Это вообще о вас? такая работа. А вы меня слышите? Да, слышу. Ну, все, все, весь этот сеанс такой опять глубокий. А вот про девочку прям я не знаю, я прям аж заплакала. Это вот эти какие-то сильные очень эмоциональные переживания. Ну, это могло не отозваться вообще, но если отзывается, это значит, что ранее непрожитое неосознанная эмоция теперь вами взрослой, самостоятельной, сильной и уверенной в себе женщиной, она может быть перепрожита, изменена. Вы можете с ней уже что-то делать. Во всяком случае, в последствии, уже после сеанса, если будут приходить какие-то осознания, понимания, а может прийти, ну, например, вдруг ах, вот почему у меня ощущение холода в ногах, иногда вот какие-то моменты, вот почему я смотрю на звездное небо, а мне становится так грустно и одиноко, или еще какие-то осознания, это может приходить впоследствии, то есть ваше подсознание мне показало вот это ощущение, я его протранслировала, как я его смогла считать, но опять же оно пропущено через мой понятийный аппарат, вы можете в ходе своей медитации рассмотреть это более подробно, считать более подробно те эмоции, которые вот вас блокировали, и поскольку, смотрите, великая сила привычки человеческого тела, наше тело подвержено тому, чтобы привыкать что-то испытывать, и даже переставать это замечать, считать это нормой, повседневностью, и оно перестает замечаться, оно больно, но мы даже к боли способны привыкать, понимаете, и не замечать этого, и вот это нежелание замечать эту боль, оно потом и отражается, на физике проявляется, как утрата остроты зрения, так вот, позволяем себе увидеть, позволяем себе осознать, а что такое с нами происходит, а почему я испытываю эту эмоцию, а почему ко мне навязчиво приходит, подобные поводы возникают, у меня возникает одна и та же мысль, а это вообще моя мысль, а откуда эта мысль, с каких пор она меня посещает, то есть, понимаете, вот это поиск, развлечение, задавание себе вопросов, откуда она, и впоследствии может действительно проявиться еще что-то, еще что-то, так вот почему я так остро реагирую на, ну вот на что-то там еще, ваше подсознание показало основные болевые точки, вот смотрите, вы в детстве, поскольку вы занимались спортом, ездили на какие-то сборы, на какие-то соревнования, как вы реагировали на то, что родители где-то далеко, и вот на сборах вас куда-то там селят, вы как-то где-то находитесь, или вы без ночевок ездили? Ездили, да, с ночевками, но у меня не было вот именно когда я была с кем-то, как будто я имела тоски по родителям по отчим в доме, но детское одно у меня есть, да, воспоминание, когда в возрасте наверное четырех лет, кстати, мама нас отдала в лагерь выездную, я была там очень маленькая, и была такая тоска, а так, чтобы более в таком взрослом уже возрасте, этого особо я не чувствовала. Ну, замечательно, видите, вы выросли в полной семье, понимаете, в контракте никогда не бывает, что вот только обременение, обременение, что-то они взамен предлагают, иначе как же вы подпишете, если там будут сплошные обременения, да, то есть я считала основной смысл контракта, в чем это вас блокирует, нам это сейчас интересно, какие преференции, какие выгоды они вам предложили, интерференты в ходе переговоров, ну тут уж это не столь видимо важно, вы в полной семье, и это замечательно, и это очень хорошо, хотя тоже видимо были определенные трудности, но на них мы посмотрим после перерыва, хорошо? Да, хорошо. хорошо.